А вы в курсе, что в Сочи к Чемпионату мира по футболу, который пройдет в городе летом 2018 года, по подсчетам городской администрации, футболом будет заниматься более 6 тысяч детей. Это рекордная цифра для курорта. Ну а в целом же в этот самый народный вид спорта будут вовлечены порядка 20 тысяч жителей Олимпийской столицы. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну, буквально на днях в Сочи подвели футбольные итоги года. Торжественное мероприятие провели в Зимнем театре. Туда пригласили преподавателей, тренеров, ну и, конечно же, футболистов, которые показали самые заметные результаты по итогам сезона. Смотрим сюжет и далее вернемся в студию. Традиционным новогодним елкам, игрушкам и мишуре, которая уже украшает холл Зимнего театра, добавилась и футбольная атрибутика. На торжественное мероприятие по случаю подведения итогов года сюда пригласили команды, которые показали самые высокие результаты в сезоне. Сочинские футболисты стали победителями и призерами первенства края Южного федерального округа Кубка губернатора. Подобных результатов они не добивались более 20 лет. А ветераны футбола, которые стали победителями Кубка края, более трех десятков. Безусловно, чемпионат мира – это стимул для того, чтобы увеличилось количество игроков сочинских. У нас есть единый центр развития футбола через муниципальную школу номер 10, которая культивирует единый вид сета футбол. Мы видим, что результаты значительно выросли в 2017 году. Это в первую очередь из-за Кубка конфедерации. Сочинские футболисты стали участниками молодежной программы Кубка конфедераций. Они выносили на поле флаги команд-участниц, подавали мячи во время матчей. То есть были в самом центре событий. Своими глазами наблюдали за игрой лучших футболистов мира, в том числе за открытой тренировкой сборной Германии. Мотивация очень большая, потому что они когда видели живьем таких футболистов, как сборная Германии, мы были на тренировке, и они прям с ними проводили фотосессию, автографы получали от них. У них из-за этого большая мотивация. Да, они большие профессионалы, они много умеют того, что мы не умеем. Мы пришли на тренировку и смотрели с открытыми ртами на их тренировку. Да, они большие профессионалы, мы старались посмотреть на них, научиться. Ну, кто-то, видимо, обратил внимание, научился. И берем пример с профессионалами. Юные футболисты продолжают славную футбольную историю Сочи. Она, кстати, берет начало в далеком 1911 году, когда на курорте прошли первые футбольные матчи. А в 1939-м возле Ривьерского моста появился первый футбольный стадион. Уже позже в районе нынешнего Цветного бульвара было разбито 16 футбольных полей, на которых готовились к сезону лучшие команды Советского Союза. Здесь же, в местном Спартаке, начинал свою карьеру самый известный сочинский футболист – чемпион Европы Слава Митривели. Вот он врывается в шахтную площадку «Динамовцы». Передача Митривели. Гоу! 1-0 идут москвичи. Еще одна яркая страница – команда «Жемчужина Сочи», которая в середине 90-х входила в десятку лучших клубов страны. И сегодня одна из задач – снова создать подобную команду из местных футболистов. Тем более, что все условия для этого есть. Футбольная инфраструктура продолжает совершенствоваться. После чемпионата мира сочинцам останутся три футбольных поля, которые соответствуют всем требованиям FIFA. А пока на них будут тренироваться лучшие сборные планеты, в их числе бразильцы. Сегодня я побывал в Олимпийском парке, и меня очень удивила инфраструктура, которую вам удалось сохранить с Олимпиадой 2014 года. Я потрясен увиденным, я потрясен городом. И я нисколько не удивлен, почему бразильская команда выбрала в качестве тренировочной базы именно город Сочи. Кстати, Бразилия – один из примеров для Сочи. Там футбол играют все. Ну а по расчетам мэрии, к 2018 году в Сочи футболом будут заниматься порядка 20 тысяч человек. Ну и сегодня гость нашей программы – директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пелосян. Здравствуйте, Сергей Вячеславович. Добрый день. Рады видеть вас вновь в нашей студии. Ну, наш разговор хотелось бы начать с футбола. Сегодня футболом город просто насыщен, город живет футболом. Уже известны соперники нашей сборной. Жеребевка прошла в Москве. И там были представлены все 11 городов, которые будут принимать матчи мундиаля, в том числе и город Сочи. Как Сочи был презентован в Кремле, расскажите. В Кремле наш город был представлен на двух площадках. Это в медиазоне и в зоне именно презентации городов-участниц. Мы привезли свою экспозицию, в которой были представлены все самые значимые места города Сочи. Всем желающим мы рассказывали о наших достопримечательностях, о том, как мы готовимся к проведению чемпионата мира. И у нас для всех были заготовлены небольшие сувениры. У нас была достаточно высокая активность на площадке, нас это порадовало. Но, конечно же, и пользуясь случаем, хочу поздравить всех с тем, что состоялась жеребьевка. И у нашей команды есть все шансы показать один из лучших результатов, как мне кажется, за всю историю участия нашей сборной чемпионата мира. Будем верить обязательно и болеть за наших. Ну, сразу после жеребьевки, практически через пару дней, в Зимнем театре уже в городе Сочи подвели итоги футбольного года. В Зимний театр пригласили и тренеров, преподавателей, и лучшие футбольные команды. И как там было озвучено, и наши юные футболисты, и ветераны спорта показали какие-то колоссальные результаты, каких не было десятилетия просто. Как вы можете оценить эти результаты? В Сочи футбол всегда считался одним из самых популярных видов спорта. И хочу заметить, что количество людей, занимающихся футболом в городе Сочи, наверное, сегодня самое большое из тех, кто занимается спортом, вообще из общего числа жителей. Ну и, конечно же, чемпионат мира внес свои положительные коррективы, еще динамичнее стал развиваться этот вид спорта. И сегодня мы имеем в двух наших муниципальных учреждениях по футболу общее количество детей порядка двух тысяч человек занимается. А общее же количество футболистов в нашем городе уже приближается к 12 тысячам. По нашим подсчетам, это и ветераны, и взрослые, и те же дети, которые занимаются в других центрах, в других футбольных клубах. Конечно же, у нас с развитием футбола и начали появляться результаты. У нас в этом только году первое место на открытом первенстве Кубка Краснодарского края. У нас в этом году победители Кубка губернатора по футболу. Первое место во всекубанском турнире по футболу. Второе место, впервые выступая, мы заняли в пляжном футболе по Краснодарскому краю. На самом деле, таких результатов мы не добивались более 20 лет. Сейчас мы гордимся, и я уверен, мы удержим эти позиции, и дальше будем развивать этот прекрасный вид спорта. Что касается взрослого футбола, также у нас в этом году команда ветеранов стала победителем Кубка Краснодарского края. Такой победы последний раз мы удостаивались, если мне не изминает память по истории, более 30 лет не было у нас Кубка в городе Сочи. Большое спасибо, конечно же, ветеранам футбола, большое спасибо Федерации футбола. Очень активно она участвует, проводит чемпионат города Сочи. Поэтому слаженная работа ведется по всем направлениям в футболе, и поэтому я думаю, что нам есть теперь чем гордиться и в этом виде спорта. Конечно же, опять же, благодаря и той инфраструктуре, которая сегодня уже существует и которая будет развиваться. Мы говорим, конечно же, о стадионе Фишт. Фишт признан по итогам Кубка Конфедерации одним из лучших стадионов в Европе. У нас появились уже готовы три тренировочных поля. Они полностью отвечают требованиям ФИФА, и все эти объекты по завершению чемпионата мира в наследство придут к нам, сочинцам, чтобы мы и тренировались дети, и в футбол играли взрослые, и опять же развивали этот вид спорта. Мы планируем организовать два поля. Мы еще своими силами, это в Хостинском районе, в Краево-Армянском до конца 2019 года, и в поселке Красная Поляна, в районе больницы номер 8, которая была построена к Олимпийским играм, мы тоже планируем там существующее поле привести в порядок, сделать искусственное покрытие. Это позволит круглогодично там тоже заниматься футболом. Ну и в планах у нас еще на 2018 год из трех универсальных спортивных площадок в городе Сочи сделать три тренировочных поля, где дети также дополнительно смогут заниматься футболом. Почему мы это делаем? У нас на сегодняшний день, к сожалению, не хватает инфраструктуры, очень много желающих заниматься футболом, площадки постоянно заняты, надо развиваться. Мы планируем, что если мы это все реализуем, то общее количество занимающихся футболом людей у нас достигнет 20 тысяч человек. А детей в наших спортивных школах мы планируем довести до 6 тысяч. И это вполне выполнимая задача, и мы уверены, что мы к этому придем. Я думаю, благодаря развитию инфраструктуры и строительству новых объектов, у нас будет как в Бразилии. Футбол будет на каждом шагу, в каждом дворе, на каждой улице. Ну, на самом деле, в Бразилии так и есть, футболом занимаются там, даже где нет инфраструктуры, они просто бегают по городу, по улице, и везде, везде, везде футбол. И это говорит о любви этих людей к футболу. И, конечно же, я думаю, что у нас достаточно этой любви, чтобы и мы тоже так же им занимались. Но после чемпионата мира ее станет, я думаю, еще больше. Ну, а что касается школы номер 10, сегодня это такой единый центр развития футбола на курорте. Как школа работает? Как-то много детей занимаются, может, по каким технологиям? Вот для чего был создан такой единый центр? Это центр, как центр, он был создан уже достаточно давно. Но на сегодняшний день это единственная школа, которую мы не стали унифицировать. Она осталась специализированной школой по развитию футбола. Там сконцентрированный лучший тренерский состав. У нас, кстати, сегодня в Сочи общее количество тренеров порядка 90 человек. Из них 60 – это детские тренера с самой высокой квалификацией. И была поставлена задача, чтобы именно на базе 10-й школы формировался тот потенциал футбольный, который в будущем будет составлять, как мы считаем, именно тот костяк игровой, возможно, сочинской профессиональной команды, краевой, либо будут играть в более профессиональный футбол уже на высоком самом уровне. И хочу заметить, что сегодня те результаты, которые я до этого перечислял по детскому футболу, это все 100% заслуги именно 10-й спортивной школы. Но за исключением тех турниров, которые проводятся как сборная города Сочи, потому что в сборную города Сочи попадают по честному отбору те ребята, которые на самом деле проявили себя с самой лучшей стороны, как самые сильные игроки города Сочи. Там мы не смотрели на учреждения, там именно сильнейшие игроки собирались в сборную команду и ехали отстаивать герб нашего города. Ну, Сочи, конечно, живет сегодня футболом, но не только им. Воркаут – это еще одно только направление, на которое в этом году был сделан, я думаю, акцент. Множество комплексов появились в разных частях города, в селах, в отдаленных каких-то его частях. Почему решено развивать именно этот вид спорта и сколько уже комплексов для занятий на свежем воздухе было установлено в этом году? По инициативе главы города Сочи в 2016 году, в конце, в декабре, был проведен анализ востребованности спортивных площадок в сельских округах. И по итогам этого обследования было дано поручение, и уже в этом году оно полностью реализовано, об организации воркаут-площадках, об площадках именно в сельских округах. Был сделан акцент на то, чтобы любой житель поселка, сельского округа, села мог в шаговой доступности прийти и позаниматься физической культурой. Главами районов были сформированы участки, был представлен перечень, была сформирована программа, заложена на ее реализации средства, и на сегодняшний день в городе Сочи, только в 2017 году, были построены 86 воркаут-площадок в 74 сельских округах. Это практически в каждом сельском округе была организована спортивная воркаут-площадка. Основная масса воркаут-площадок была сделана в Лазаревском и Адлерском районах. В Центральном районе было поставлено всего три площадки, но по причине того, что у Центрального района нет сельских округов. Но по инициативе главы Центрального района, глава города, дал такую возможность, и три площадки у нас еще появились в Центральном районе дополнительно к тем универсальным спортивным площадкам, которые сегодня уже существуют. Общее количество воркаут-площадок в городе Сочи сегодня достигло 95. Это очень большой результат, и мы очень надеемся, и еще раз я призываю жителей города Сочи, это все сделано для того, чтобы с площадка не простаивала, а обязательно именно надо выходить и заниматься физкультурой. Мы делаем все для того, чтобы инфраструктура города Сочи увеличивалась, улучшалась, но она должна работать. Тем более, что на таких площадках могут заниматься любые возрастные группы, и взрослые, и дети, и люди старшего поколения. Совершенно верно, они полностью отвечают стандартам безопасности, поэтому мы всех приглашаем на эти площадки. Ну а какие виды спорта в целом сегодня наиболее популярны в городе, и где мы добиваемся наиболее таких заметных результатов? Сегодня мы культивируем в городе Сочи почти 80 видов спорта, если быть точным, 78. Практически все олимпийские виды спорта в городе Сочи представлены, но у нас есть, конечно же, костяк, это порядка 10-15 видов спорта, которые максимально востребованы жителями и являются, так скажем, традиционными. Конечно же, в первую очередь, футбол, легкая атлетика, теннис, плавание. Ну это вот основные, те, которые делают основную массу, чем занимаются у нас жители. Но мы говорим о видах спорта, мы не берем в расчет то, что у нас огромное количество жителей за последние годы выходят утром, вечером на улицу и просто совершают пробежку по городу. Все мы это замечаем. Велосипедный спорт у нас активно развивается, именно как физической культуры. Но у нас есть те виды спорта, которые сегодня еще нам стоит подтянуть, стоит дальше развивать. Ну а костяк – это бокс у нас в преддверии чемпионата мира, который привез в 2019 году, тоже сейчас очень сильно набирает обороты, и входит в пятерку самых развивающихся видов спорта. Но, пожалуй, вот именно пока основной акцент именно по количеству занимающихся у нас, так скажем, первенство держит летние виды спорта. Ну а какие виды спорта не представлены вообще? Ну хотелось бы, чтобы секции здесь появились или может быть в ближайшей перспективе уже что-то откроется, что-то появится? У нас в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы полностью олимпийские виды спорта находились в городе Сочи. Мы говорим, например, о велоспорте на треке. Этого вида спорта, к сожалению, в городе Сочи сегодня нет. У нас, к сожалению, к огромному сегодня нет водного пола. Это для города Сочи был очень развивающимся видом спорта. Большое количество детей занимались этим видом спорта, но, к сожалению, пока что он был утрачен, мы рассчитываем в ближайшее время восстановить его. Конечно же, на волне популярности сегодня мы стараемся активно начать развивать киберспорт. Это большой шаг, он очень востребован, и уже сегодня по инициативе молодых людей будут проводиться первые соревнования в городе Сочи, к чему мы тоже очень рады. Это здорово, что-то необычное для нашего города. Конечно, нам есть куда стремиться, мы знаем, куда идти, и да, в ближайшее время постараемся те виды спорта, которые в городе Сочи не представлены, более активно им уделить внимание. Ну, в числе популярных видов спорта вы упомянули и плавание. Этим видом спорта занимается огромное количество детей, и совсем скоро любители водных видов спорта будут заниматься в абсолютно новых условиях. Известно, что школа Напоярка, это спортшкола номер два, она сейчас капитально ремонтируется. На какой стадии сейчас ремонт, и когда нам ждать открытие нового бассейна, и главное, где сейчас занимаются те самые наши юные пловцы? Да, у нас наконец-то произошло это радостное долгожданное событие. У нас на капитальный ремонт мы поставили наш бассейн в школу номер два. Он сегодня, ремонт находится в активной фазе. Мы планируем завершить ремонт до первого августа 2018 года, и ребята смогут вернуться уже в полностью, можно сказать, модернизированный бассейн. А сегодня же все ребята перераспределены, те, кто занимались плаванием, они на юных ленинцев в бассейн переведены, но там же еще был спортивный зал, и те ребята, которые во второй школе занимались в спортивном зале, они временно занимаются на территории спортивной школы номер один на улице Парковая. Поэтому никто не брошен, все занимаются, как и занимались, плаванием, и ждем открытия, конечно же, долгожданного после ремонта нашего муниципального бассейна. Да, будет замечательный такой современный комплекс. А какие-то еще объекты намечены? Какой-то ремонт в каких-то знаковых, может быть, объектах, которым он уже требуется долгие годы? Сегодня уже сейчас ведется ремонт на улице Возрождение 21, это спортивный зал борьбы. У нас запланирован и сегодня проходит экспертизу проектной документации организация малобюджетного спортивного комплекса на улице Донская, 58. Мы ждем до конца декабря положительной экспертизы, и в 2018 году планируем завершить строительство уже малобюджетного строительного комплекса. Также у нас запланировано строительство двух многофункциональных спортивных площадок при школах номер 77 и номер 92, при положительном решении администрации Краснодарского края о софинансировании этого мероприятия. Также в 2018 году мы планируем реализовать два этих проекта. Ну и, как я уже говорил, это наши футбольные поля, три поля на базе универсальных спортивных площадок и два поля, это в селе Краево-Армянское и в поселке Красная Поляна. Также у нас в планах до конца 2019 года провести ремонт всех ранее построенных наших многофункциональных спортивных площадок. Более пяти лет эти площадки активно эксплуатировались, ни разу конкретно капитально не ремонтировались, только проводился косметический ремонт. Многие из них требуют уже приведения их в порядок, и мы планируем в 2018 году начать их ремонт. До конца 2019 года все те площадки, которые требуют ремонта, мы планируем завершить. Ну, на мой взгляд, еще очень интересный вопрос. Это сдача норм ГТО. Много ли сочинцев уже получили заветные значки? Насколько вообще активно сегодня развивается и продвигается этот проект на курорте? Сегодня в городе Сочи зарегистрировано 50 тысяч сочинцев зарегистрировались на сдачу ГТО. И мы сегодня реализуем третий этап. Первые два этапа были реализованы в начале 2017 и в 2016 году. Это подготовительный этап. Сейчас активная фаза принятия ГТО. Порядка 30 тысяч мы уже людей приняли. Это все, без исключения сочинцы, которые приняли решение сдать нормы, попробовать себя. И мы также у себя реализовывать начали уникальный проект. Это прием ГТО у людей с ограниченными возможностями. И то количество, которое мы сегодня уже приняли, мы лидируем по Краснодарскому краю, вот именно в этом направлении, по приему ГТО у людей с ограниченными возможностями. Опять же, пользуясь случаем, хочу всех призвать, что это проект социальный, это очень хороший и очень правильный проект. Поэтому очень просто зарегистрироваться. Главное захотеть. И мы с удовольствием примем у любого сочинца эти нормы. И каждый для себя поймет, что ему либо надо дальше продолжать заниматься, чтобы заслуженно получить золотой значок, либо просто начать заниматься физкультурой. Да, будем ждать желающих проверить себя. Ну и мы уже привыкли, что в Сочи проходит какое-то колоссальное количество крупных спортивных мероприятий, очень престижных. Помимо чемпионата мира по футболу, которого мы ждем летом 2018 года, какие еще мероприятия в календаре нашим уже распланированы? Ну, хочется сказать сначала про 2017 год. У нас в 2017 году мы провели 181 крупное мероприятие. Это мы не говорим о городских. Мы говорим, как минимум, это краевые, всероссийские, международные мероприятия. 16 международных мероприятий. Это мы говорим о Кубке Конфедерации, мы говорим о военных играх. В рамках проведения фестиваля молодежи и студентов проводилось очень много спортивных мероприятий. Общее количество спортсменов, тренеров, участников соревнований крупных, порядка 73 тысяч человек приехали в город Сочи. Количество зрителей, я думаю, даже будет сложно подсчитать, но это сотни тысяч человек, которые посетили эти мероприятия. Администрация города, сочинцы, мы всесторонне поддерживали и помогали в организации этих мероприятий. Это и медицинское сопровождение, это и волонтеры, которым огромное спасибо, активно принимали участие. Активные зрители, все, транспортная инфраструктура, безопасность, все сработало за все, за любое каждое мероприятие. Нам говорили спасибо, все уезжали довольны, удовлетворенные. Недавно чемпионат мира по самбо прошел, тоже признан одним из лучших за всю историю проведения чемпионатов. Это становится уже традицией, что здесь, в Сочи, проходит на самом высоком уровне разные турниры. Это правильно, потому что имея опыт проведения таких спортивных мероприятий и держа уровень, держа планку, мы понимаем, как нужно проводить мероприятие, мы знаем, как его сделать одним из лучших, и так оно и выходит. Но что в планах у нас на 2018 год? Это, конечно же, чемпионат мира по футболу в июне месяце, о котором все знают. Это уже традиционный этап Кубка Формулы-1, который в 2018 году пройдет в сентябре. Запланированный у нас этап Кубка мира по фехтованию, этап Кубка Европы по карате среди молодежи. То есть у нас очень насыщенный график, это вот из таких больших мероприятий. И я думаю, что это еще не окончательно даже сформированный график, не окончательно сформированный календарь. Поэтому не менее 180 точных мероприятий будет проведено. И я думаю, что на таком же уровне мы это все будем проводить. Да, я в этом тоже уверена. Сергей Вячеславович, спасибо большое за очень интересный разговор. И спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор департамента физической культуры и спорта администрации города Сочи Сергей Пелосян. Спасибо вам огромное. Ну и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. До встречи в эфире.